В один из дней с 14 по 25 октября вашу дверь, если еще не постучали, то обязательно постучат и сообщат, что пришел переписчик. Узнать переписчика можно вот по такому удостоверению работника Всероссийской переписи населения 2010 года. Это удостоверение действительно только при наличии паспорта, который будет предъявляться при необходимости. Наталье Николаевне Трудневой, переписчику участка 1-й микрорайон Зеленый Бор дома номер 3, паспорт предъявлять не приходилось. Люди этого района очень ответственно отнеслись ко Всероссийской переписи населения. На сегодняшний день почти все запланированные 129 помещений Наталья Николаевна обошла. 370 жителей опросила. Очень хорошие люди, на контакт идут все и активно участвуют в переписи. Всего два человека, которые отказались от переписи. Переписчика можно узнать также по синему шарфу и синему кейсу. В нем переписчик хранит главный документ – переписной лист. Самым необходимым вопросом респонденты считают такой. «Знаете ли вы русский язык? А самый неприятный вопрос для граждан, замечает Наталья Трутнева, касается наличия второй работы. В разделе 1 заполняются данные жилища. Раздел 2 заполняется на каждую квартиру или однокомнатный дом. Лист L1 заполняется на каждого гражданина отдельно, рассказывает Наталья Николаевна. Здесь указывается дата и место рождения, пол, гражданство, состояние браки, образование, владение языками. Раздел L2 называется «Источники средств к существованию». Он касается трудовой деятельности опрашиваемых. Для тех, кто недавно сменил место жительства, существует еще две формы – В1 и В2. Как опытный переписчик Наталья Николаевна отмечает, в переписных листах не хватает еще одного уточняющего вопроса. Я бы вообще включила вопрос о том, что съемная нет у людей квартира, потому что люди, может, снимают четырехкомнатную, живут двое, потому что не снимают, не купили. А вот подумается, что они такие олигархи все и купили четырехкомнатную квартиру, живут там вдвоем. В России действует федеральный закон о персональных данных, который ограничивает сбор, обработку и хранение персональных данных, под которыми поднимаются любые сведения, относящиеся к физическому лицу, будь это имя, год рождения, семейное положение, образование или профессия. Поэтому сведения, полученные путем опроса населения, являются конфиденциальными и никоим образом не могут быть использованы против граждан. Поэтому смело отвечайте на вопросы переписчиков у себя дома, либо приходите на определенные пункты переписи. Они указаны в листовках, которые оставляют сами переписчики. Екатерина Медведева, Сергей Чижов. Новости нашего города.